Сегодня в народе известный день как День Троицы, Пятидесятница, 50-й день после Пасхи. Сошествие Духа Святого, вот что абсолютно точно объясняет. Дар Божий. И дары Бог посылает друзьям, так говорит Иоанн Златоустый. Пока мир не примирился с Богом, ни о каких дарах речи не может быть. В амнистии и после этого человек вступил уже в число нормальных граждан и получает от царя благословение. Вот что такое сегодняшний день. Ему тщательно готовилась церковь. Пять тысяч пятьсот лишних дней прошло. Дух Святой возвращает человеку первоначальное состояние. Из четвертого стиха второй главы Деяния Апостолов написано, что исполнились все Духа Святого. А как узнать? По каким признакам? Вот говорил Серафим Саровский. Главное – цель жизни – стяжание Духа Святого. То есть исполнение Духом Святым. Вот он об этом и говорил. Слова-то сказал, а понимал он или не понимал. О чем речь-то идет? Стяжание Духа Святого – это созерцательная молитва, удаление от народа и молчание. Он взял обет молчания, ни с кем не говорить, по признакам наклоненного дерева определял, чтобы никому не ходить, всю ночь трудился щурками, завалил ход, чтобы к нему ни одна душа не пришла. Сначала женщины не приходили, а потом, чтобы вообще никто не приходил. Это исполнение Духом Святым. А вот в слове-то, Божьем, совершенно не так. Исполнились Духа Святого и начали говорить. Дух Святой языки развязывает. Мы сейчас увидим как. Ну что, это одинаково? Мне говорят, ты носишь разлад в церкви такими словами. А как же я могу вносить разлад, если я считаю Слово Божие? Выходит, этот разлад, который внесли, закрепили, выдают его за истину, и тронуть его нельзя. Монолит. Бог это все разгромит. Что люди придумали? Святость, богов земных построили. Что делать-то сегодня? Где Ивеева, где-то Милок, Серафимов, это самые неприкрытые идолопоклонцы. По канавке как сонные бродят. Идите по миру. Они думают заряжаться энергией, камушки долго там сидят. Это даже сумасшествием нельзя назвать. И главное, в полном, глубоком, созерцательном молчании. А здесь, говорит, и начали все говорить. Как дух давал провещевать каждому. Мало того, у каждого свой талант. Кому с кем разговаривать. Вот один разговаривает с трактористами. Находит, но не то, чтобы им бесплатно горючего дали. А как обратить их? Чтобы они не пьянствовали. А они круг сделают, выпьют. Опять круг сделают, опять выпьют. Чтобы они поняли, что это сердца людей надо обрабатывать. А у другого, с наркоманами, талант. С заключенными, талант. Кому, как дал Бог говорить. Но чтобы все сходилось по Слову Божию. Вот это самое главное. Нас упрекает священник, упрекает епископ. Ну вы самые хорошие. Вы только сами себя восхваляете. То есть этим пытаются нас или сделать кроткими, или просто испытывают нас. Действительно мы крепкие в нашем уповании. Я до конца так и понять не могу. Или от зависти. Вы самые хорошие, в общем, наша самая хорошая. Знаете, Господь говорит так, что когда соседние окрестные народы, это означает соседние епархии, услышат, что у вас закон Божий, то скажет, какой это мудрый народ. Вот это не мы, скажем, это всем понятно. Не мы мудрые. Не мы самые хорошие. А закон Божий самый хороший попал в наши руки, и мы дали ему достойное место. Абсолютный авторитет. И естественно началась работа Духа Святого с каждым сердцем. Любому это понятно. Почему на фотографиях и смотрят. Это свидетельствует. За границей везде какие лица, какие глаза. Это не наше определение, что это Дух Святой просвещает очи. И каждому дает провещевать. И потом, а окружающие говорят, мы слышим каждого, говорящего его на речи. Незаумные слова, стекулярные, онтологические, напутали и не знают, что говорят. От простоты во Христе не надо удалять. А самые сложные вещи надо преподавать простым языком, а не наоборот их усложнять. Это как раньше было, консенсус. Вот сказали, ну совершенно не понимают люди. А кто сказал? Да там представители Санкт-Петербурга, коммунисты. Ну все начали говорить. Вот сказал, что есть душа у народа, русская надо. Какая душа? Покажите ее. Когда я Бог сотворил эту душу народа? А как будто бы духовность. Такого слова даже нет нигде. А есть духовное рождение. Есть духовная жизнь. Это все подмена слов. Это не дух святой дает так говорить. Мы называемся племя говорящих. Запомните себе. Мы род говорящих. Мы семья говорящих. Опасное орудие дал Бог людям. Это язык. И от слов стоит человек. Оправдается или осудится. И поэтому должен стоять здесь очиститель, как в машине. Воздух ощущает. Горючее ощущает. Что? Памятование о смерти. Страх Божий. Боязнь исказить Слово Божие. Вот этот фильтр. Поставьте. О чем говорить? О чем рассказывать? У тебя главная цель здесь возвестить имя июговы. Прославить Сына Его Иисуса Христа. Прославить Святую Троицу за неизреченные дары, которые выразились в говорении. Слышим их говорящими. Говоря. Сии говорящие. Даже имя нет. А вот его прозвище. Это как будто у них специальность. Сии говорящие. Не все ли иудеи? Это говорящие как профессия какая-то. Специальность. И говорит, вот врачи или стоят юристы. А говорящие. Ты врач, говорящий, юрист, говорящий должен быть. Да я с детства такой вот замкнутый. Да я с детства такой вот скромный. До встречи с Духом Святым. Тут не написано, какие были люди до сошествия Духа Святого. Все сделались говорящими. Я остановлюсь только на одном слове говорящие. Я абсолютно точно могу сказать. Старообрядцам не пришел этот Дух. Если бы он пришел, они были бы говорящими о великих чудных делах Божьих, а не о двух перстах. Они бы не прониканно говорили. Они говорили бы о Духе Святом, который сошел и просвещает человека. Они говорили бы о невесте Христовой о церкви, которую он создал единое. Стихтанты не косулись этого даже краем. Они не могут знать спасение, потому что спасение только в церкви, а они вне церкви. Но есть о чем подумать в день Пятидесятницы. Псалмопевец Завид 5-й Псалом 7-й стих говорит так. Ты, Господи, ненавидишь говорящих ложь. Значит, говорить никогда не говорить о лыжи. Неприятно. Если скажешь, подорвешь авторитет, промолчи. Но не говори неправду. А если скажешь, а какие результаты будут? Если это правда, не бойся сказать правду. Я не забуду, как у доктора Мартенцена описывается, Двое между собой врачи рассуждают. В позднем возрасте женщина рожает. Ребенок мертвый. Она в тяжеленном состоянии. Сказать ей правду или нет, это убьет ее. Сказать, что ребенок жив, а когда крепкий, тогда сказать, он заболел маленько, тут птичий грипп прихватил, и он помер. Что делать? Тогда зашел христианин и говорит, скажите правду. Она умрет. Если правда убивает человека, пусть он умрет. И все успокоились. Если Христос убивает его, значит он и должен быть убитым. Проклят кто? Меч Господень удерживает от крови. Не надо жалеть человечества, кого-то. Если Бог назначил, третья часть будет уничтожена. Не подставляй голову под меч Божий. Бог сказал так. И будет война, и вода сделается кровью, и восстанет народ на народ. А что можно сделать, чтобы этого не было? Только прославить Бога, как чудный Его устроил. Земля будет, как труп смердящий. И все птицы небеса напитаются трупами. Аллилуйя. Ты ничего не должен больше сказать. С кем ты споришь? Горшок скажет ли горшочнику, что он не разумеет? Солом, сотый, седьмой стих. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. Если я узнаю, что епископ лжет, я с ним не пожелаю встречаться. Он мне другом не будет. Если он искренне заблуждается, он мне друг. Потому что есть надежда к исправлению. Если он лжет, местный епископ, мы никогда не будем друзьями. Надо просить Бога день и ночь, чтобы стоял фильтр в душе. Правду от неправды узнавать. Бывает, где-то голос Божий не расслышал. Но если тебе доказали правду, не бойся поменять свое мнение. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. Он в дом мой не войдет, в отбор не войдет. Бойтесь лжи, как дьявольское орудие. Маленькая ложь, это сатана залез в рот. Всякая ложь от дьявола, всякая неправда и изгрес. Нетрудно это? Жить не по лжи, как солженистин написал. Ты не веришь в первомайские демонстрации? Не ходи. Ты веришь, что защитить Отечество нельзя темными силами? Не иди с оружием в руках. И в любом вопросе, везде и всюду. А люди обидятся, если я буду говорить правду. Тебе не надо думать о последствиях. Бог так сказал. Я вам напоминаю об одном случае, очень печальном для многих. Когда Израиль вернулся из пленения, в первую очередь они стали восстанавливать стены и храм. Стены живут люди, в храме даже священники вести службу. Подходит я священник, другой я священник. Доказательство. И доказательств некоторые не обрели. Ну я еврей, у меня вот родословная. Да, а что ты священник? Потеряли. Три обыска где-то изъяли. Так это ни два, ни три человека, допустим семь тысяч. Не доказали. Все до одного стали дрова. Колоть, воду, носить. И навсегда я прошу нигде не перелазить эти правила. У нас в потеряевке были люди раскулачены. Но вот закон после падения безбожного сатанинского режима постановил. Те, кто был раскулачен, за имущество заплатить в стократном размере, за дом или что-то. Ну разные там суммы маленькие. 100 минимальных оплат, что-то там придумали. Но надо подтвердить свидетели. И у нас потеряевы приехали из Калтана, Томской губернии. И свидетелей искали по соседним деревням. Да он скоро умрет, старик, мы не можем. Закон опять. Я пишу в прокуратуру. Обращаюсь к прокурору края. Я ничего не могу сделать. Он показывает на закон. Я поставленный для того, чтобы закон соблюдать. Если к нам кто-то приходит и говорит, я крещеный в полное погружение. Нужно быть доказательством. Нужно найти свидетелей. Да хочу вас видеть, Илья сказал, вы мне не верите. Точно так же говорили евреи. Еврей еврею не верил. Речь идет не на вере, а на доказательство. Доказательство. Найди кто крестил, найди священника. Постарайся сделать. Пока же этого не будет, ничего не будет. Мне не раз приходилось ходатайствовать. Пока я не достану документы, со мной никто не будет разговаривать. Вот что значит по правде жить. Это мы говорящие. Везде будем говорить о Христе. В любом деле, везде. Это Господь нас так научает. Через соблюдение земных законов мы приучаемся соблюдать небесный закон. Если земные так соблюдают тщательно, как надо бороться за небесный закон? Другого способа не существует. Притча Соломона 12.22. Мерзость пред Господом устал живая. Говорящие истину погибнут. Не погибнут. Исайя 42.17. Великим стыдом покроются говорящие. Вы наши боги. То есть признающие кого-то другими богами. Великим стыдом покроются, быть может, многие, которые сегодня едут, поклоняются, неизвестно кому, бродят. Будет день Господень, Господь всех богов земных сокрушит. Знайте Бога единого. Ему поклоняйтесь. Мысленно я молюсь, Серафим Саровский, моли Бога нас каждый день. Больше от нас ничего не требуется. Ничего. А вот это и церковь не устанавливала, чтобы ходили по канавке, ничего. Это все выдумки. Фотография пришла. Епископ Новозеландский, архиепископ, матышкой бьет по спине так. Матышкой, который тяпкой, работал Серафим, и кто приезжает туда, потихоньку надо по спине стукнуть, болеть не будет. Серафимов щугунок, да его или нет, надевают на голову, туда едут. Сухарики теперь перепекают, ну, в его месте были. Едычество. Неприкрытое шаманство идет. Да если люди-то туда приезжают, да там бы были благовестники, да всех бы учили, да всю бы Россию уже сегодня Евангелием пропитали бы. А ведь нет, приезжают оттуда как полоумные. Камушки наложили, в воду кладут, что-то чешут где-то этими камушками. Ничего не знает человек, почему не говорящее. Но когда Бог касается, а то и камни сиега запьют. Камни заговорят. Пророк Иеремия 11, 21. Будут такие встречаться, которые будут говорить, не пророчествуй нам во имя Господне, чтобы не умереть тебе от руки нашей. Вот так надо проповедовать. Чтобы нам угрожали даже смерти, потому что слово Господне меч обоюдал острый. Они нас как огня будут бояться. Они будут специально советы собирать, чтобы как нас не принять в себе московскую патриархию. А тут наоборот делают. Я всегда говорю, когда приезжают еретики, всем надо идти на стадион, наполнять стадионы православными и там возвещать истину. А не так, что никто не ходите, ничего нет. Как это? Да тот, кто у нас сильнее того, кто в них, апостол Иоанн говорит. В нас Бог. А в них кто, если они еретики? Иеремия 33, 11. Голос слышен будет. Когда люди говорят, что отступники будут занимать положенное им место, хорошее вроде, то Слово Божие обличает их. А будут все развещать, что велик наш Господь. Вот что нужно говорить. Даниила 7, 8. И вот видел я в этом роде глаза и уста, говорящие высокомерно. Вот слово говорящие. Не было такой высокомерной еще когорты людей, как вот КПСС было. Бог все это низверг. На каждом шоку везде. Слава, слава. Помните, всего лишь 15 лет. Сегодня никто об этом не вспоминает. Гордо и надменно. Какой Бог. Все низверглось, а церковь всеми огнями сияет. Книга Сафонии 2, 15. Если говорят, что я и нет иного, кроме меня, говорит город, то ты стал пристанищем разбойников, благовищем зверей. Это был город Иерусалим, и он так высоко о себе думал. Более гордого города, чем Москва, наверное, никогда не было. И больше сокрушений не ждет ни один город. Матфея 7, 21. Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю. Прежде чем пойти, поручи себя Господу. Как бы обед дай. Господи, слова мои да не расходятся с делом. Научи меня исполнять то, что я другим говорю. Матфея 15, 31. Это для нас образец. Что он и немых делает говорящими. Если Дух Святой сегодня достойное место займет в православной церкви, православие начнет возрождаться не через 10 лет, как сегодня говорят, не через 400 лет страна, а сегодня к вечеру начнет возрождаться. Чтобы мы сделали с говорящими и исполняющими. Деяния 10, 46. И слышали их, говорящих иными языками, величающих Бога. Когда пришел Петр к Корнилию. И он узнал, что их надо принимать. Он узнал, потому что говорят. Потому что свидетельствуют. Если бы сегодня перед крещением вопрос поставили, как в доме Корнилия, крестить было бы некому. За свидетельствовать? А за свидетельствовать нечего. Я говорю, когда крестили, что? Я не знаю. Священник сказал веру, а потом за меня прочитал. Люди-то не знают. Даже молитвы ни одной не знают. И секрета никакого нет. То есть сами безмолвные, они таких же уродов и рождают. И поэтому ничего нет. Это одна такая фикция. Истинная вера это истинное свидетельство. И даже Петр ссылается на это. Когда его упрекали, ты принял необрезанных. Он говорит, без обрезания Бог принял. Я слышал их говорящими. В великих делах Божьих. Как я мог противиться? Это явно Дух Святой. И тогда неприязненные отношения иудеев к язычникам утихли. Они говорят, видимо, им Бог дал покаяние. Видимо, их принял. Почему? Поговорение узнали. Поэтому нас упрекать, что самое лучшее нет, но я могу точно сказать, наше общие говорящие. Говорящие через то, что вникает в Слово Божие. Приложите все силы, чтобы было не пустое говорение, а возвышенное в Духе Святом исполнение. Иаков 4.13. Если люди говорят, что сегодня сделаем то-то, завтра то-то, такое тщеславие не угодно Богу, никогда не хвалитесь. Скажешь, останься. Да я обещал домой вернуться. Никогда не обещайте. Всегда добавьте, если Господу угодно и живо будем. Сразу видно, что вы верующие. Но ты будешь делать? Я сделаю, если Господу угодно и живо будем. Ну все, два условия-то. Ну повторяйте несколько раз. Нет, я сделаю, я приду. Да откуда ты знаешь, выйдешь и отсюда ты. Каждый день может быть последним. Мне вчера исполнилось 67 лет. При хорошем раскладе жизни мне осталось 3 года. Но это при хорошем, потому что 70 лет. И кому не скажу, ой, да что вы, да многие лица, я говорю, не обещайте. Это все внутри. 70 лет предел, больше его и не надо. Ну а уж по чьим-то молитвам, при большей крепости, 80, добывает еще и, если чтил родителей, то и продлится жизнь еще дольше, если чтил. Потому что я не могу опереться ни на одно, я родителей как надо не чтил, ни на что опереться. Только одно, уповая на милость Божия. А готовлюсь каждый день. Встал, как год прошел. Слава Христу. В начале, 15 лет назад уже прошло позади, как община. В 97 году, вот здесь вот только первые ночеваки были. В следующий год у нас будет уже 10 лет. Это как будто одним маком отмахнул и не было. Ну что, я еще 15 лет что ли буду жить? Поэтому вы обратились через говорение, через проповедь. Нас не будет. Будьте говорящими. Рождайте говорящих. И не так, что Дух мирный вокруг соберутся вас, спасутся тысячи, как якобы Серафим сказал. А если ты исполнишься Духом Святым и будешь говорить, то возможно спасутся и тысячи. Мы видим от говорящих 3 тысячи, дальше 5 тысяч от говорящих. А не то, что спаси Дух мирный, а то он под себя все подгонял. Ни одного слова в этом изречении Серафима правильного нет. И никогда это не было исполнено. Ни на ком. Чтобы молчал и тысячи вокруг тебя спасли. Спасить невозможно без слова. Вера от слышания и я. От слышания того, что кто-то говорит, а тебе все ушам слышать, если вокруг молчание. Чтобы слушать, надо говорить. 2 Петра 3-4. Будут люди, которые говорили, где обетование пришествия. Бог обещал, а сегодня приходят. Тоже говорящие. Вы своим говорением замкните им уста. Бог долго терпит. Спешите. Я сколько раз говорю. У вас подрастают внуки. Вы видите, какие они растут. Как одержимые. А сейчас в армии дедовщина и бьют. Почему? Да они ведут себя преступно. Почему? Вот у меня племянники слушают, у меня дедовщины нет. Я служил, никогда не было. Они не исполнители. Они ничего не хотят делать. Минуты не сидят спокойно. Потом в школе их будут бить. Какую участь вы им приготовили. Потому что не были говорящими Евангелие. Я вас прошу. Платы завтра мы отъезжаем в детский лагерь. Позаботьтесь о своих внуках, о детях. Вы горько будете жалеть и плакать. Под разными причинами не идут. То зубы лечить. Повышевает вам Господь зубы. Только подрастете и вас будут бить. Бить как негодных людей. Так у вас в лагере бьют. Нет, у нас не бьют. У нас наказывают. У нас никого мы не бьем. И при том, соответственно, то, что ты делаешь. Если ты ругаешься, я тебе буду учить хорошие слова говорить. Первое послание Коринфянам. 12.3. Никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анапим на Иисуса. Будьте очень осторожны. В говорении, допустим, у баптистов. А вот там исцелился кто-то. А это от нечистого Духа. Сохрани, Бог говорит. Бог действует где хочет. Исцелился человек. А вот у мусульман там вот кто-то. Исцелился человек. Мы ничего не знаем. Сказать я не знаю. Я знаю ничего этого. Я знаю, что Бог силен. И осцелился договорить сделать. Бог силен и язычникам дать дочь. И на злых, и на добрых. Бог силен это сделать. Я не знаю. Потому что это незримо. Потому что если мы скажем старобрядцам. Что бы у нас ни было здесь. А это не каньяни. Даже мои в интернете, где я не соглашаюсь с архимандритом. Его слова разбираю. Но только сказать, что вот Игнатий. Или кто там доказывает. По слову Божьей архимандрита опровергает. Старобрядец на свой сайт перенес. Он написал «Никоньянин против никоньянина». У него больше ничего нет в голове. Я никоньянин тот. Против он соединил два слова. Он не сказал, что Библия опровергает человеческие мысли. На учение много заголовков дать. Он прям заголовок на весь мир дает. Никоньянин против никоньянина. А мы должны говорить одно. Библия побеждает всем. Библия дает свет. Библия всегда будет права. Христос всегда. И после всех победителей Он победит всех. 1 Коринфянам 14.1. Но если я не разумею значение слов, то для них я чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так что будьте те, которых понимают. Третья книга. В Откровении 13 слов. Слово «говорящий». И слышал я говорящего. Я специально посчитал. Что-то цифра это означает нет. Или нет. Ангелы говорящие. Иисус говорящий. Бог Иегова говорящий. Верующий сон написан, как шум бот многих говорящий. Везде, всюду говорящие. Бойтесь молчания, как огня. Монахи насадили молчание. И они погибли в этом молчании. Мы сейчас пишем монахам. Выйдите с Евангелем. Не копайте там в Оренбурге эти пещеры. Вылезьте на свет Божий. Не кротам проповедуйте, а орлам. Не в подземелье под горой, а на вершине горы. Третья езра 6.11. Голос, говорящий, как шум бот многих. Премудрости 1.8. Никто, говорящий неправду, не утаится и не минет его обличающий суд. И Терахов 21.25. Лучший вор, нежели постоянный говорящий ложь. Меня очень тревожит молодое поколение, которое боится правды. Сделал неправильно. Сразу пойди и покаясь и скажи. Дал слово. Держи его до конца. Ты пойми, Бог благословляет. Дьявол на время даст успех. Но он погубит тебя, потому что он сам пал из-за лжи. И написано, горе живущим на земле, ибо он там клеветал день и ночь. Итак, Дух Святой, которого мы будем просить сегодня, додаст нам жить по правде, быть его истинными свидетелями и быть говорящими, движенными Духом Святым. Аминь. Приведите пополам. Приведите пополам.